Международный авиасалон в Лебурже. Авиаконструкторы со всего мира везут сюда свои самые свежие разработки. В 65-м году Америка хвастает сверхзвуковым бомбардировщиком Б-58 «Хастлер». Заходя на посадку, самолет терпит крушение. При посадке на глазах тысяч зрителей разбился американский бомбардировщик Б-58. Но не эта новость стала главной в газетах. На первых полосах фотография прилетевшего из Киева гигантского транспортного самолета «Антей». Огромный самолет назван в честь непобедимого героя. Его название созвучно и фамилией конструктора Олега Антонова, который построил самые большие в мире воздушные корабли. Его рекорды никто так и не смог превзойти. 25 июля 1909 года над побережьем Франции, над Ла-Маншем, взмывает в небо самодельный моноплан «Луи Блерио». 40 минут спустя, преодолев 23 мили, авиатор успешно приземляется в Англии. «Между странами больше не существует границ». Громкие заголовки в газетах по всему миру. Эта новость добирается даже до маленькой деревеньки Троица в Московской губернии. Именно там, в мелкопоместной дворянской семье инженера-строителя Антонова, весть о том, что люди умеют летать, больше всего поразила 4-летнего Олежку. «И я хочу летать!» – воскликнул мальчик. Он схватил матушкин зонтик и прыгнул с ним с пригорка. Авиация – новомодное увлечение в Российской империи. Карьера авиаконструктора Антонова начинается с подаренного бабушкой набора для авиамоделизма. Мечта всей его жизни будет устремлена в небо. Мечта, которая станет целью. Мне очень нравится Сент-Эк-Гюпери. Он сказал как-то «Мы живем на блуждающей планете. Порой, благодаря самолету, мы узнаем что-то новое о ее прошлом. Мы смотрим в иллюминатор, как ученый в микроскоп, и судим человека по его месту во Вселенной». Это интервью было записано, когда Антонов уже стал известным авиаконструктором. Когда по всему миру летали его легендарные бипланы Ан-2, когда небо над Францией покорил его гигант-первопроходец Антей, когда Ан-124 «Руслан» начал перевозить грузы весом в полторы сотни тонн. А пока будущий авиаконструктор только делает свои первые шаги к мечте. В семье к увлечению сына относятся скептически. Накануне Первой мировой войны Антоновы перебираются из Подмосковья в Саратов. Там мальчик пережил одно из главных потрясений в жизни. Его мать, как и многие дворянки, стала сестрой милосердия в военном госпитале. Обрабатывая раны бойцам, получила заражение крови и умерла. Олегу было 9. Мальчик с головой ушел в занятие моделированием. Я тогда был школьниками. У меня друзья все были школьниками. Что мы делали? Строили модели, конечно. А летать хочется. Ну, какой есть прямолинейный выход? Построить то, в чем можно летать. Я стал строить планера. Это было непросто, потому что тогда у меня было ни учебников, ни инструкции. Мы до всего доходили к своему милому. Я даже написал маленькую брошюру о том, как построить планер. Еще до того, как я его построил. После гимназии Олег попытался поступить в летную школу. Не взяли. Молот еще. Да и не армейский командир, как тогда полагалось. Вроде бы самое время сдаться. Но это не об Антонове. Самолет он сделает сам. Так решил. Настойчивости мальчишки уже тогда было не занимать. В 18 лет он смастерил свой первый планер и назвал его Голубь. Я помню, что когда я его привез на вторые всесоюзные планерные испытания, это было в 1924 году, туда с всего Союза привезли 48 планеров. Все кустарно построены, тоже такими же любителями, как я. Строили где хотите. Строили в студенческих кружках, в мастерских на заводах, строили даже в колхозах. Препятствий и трудностей было, конечно, всегда очень много. Материалы надо было доставать по-немногу на каких-то заводах, складах. Даже, как мы говорили, на барахолке. Ну и в конце концов, когда человек хочет, он преодолевает все препятствия. Делали из подручных материалов, потому что колеса у них для планера они брали от венских стульев. В управление они использовали водопроводную трубу. Обтянуто оно было таким картоном. В две недели они ехали на открытой платформе с этим планером, он с другом в Крым. Конечно, все размокло, там пришлось ему срочно его ремонтировать. Тогда, в 24-м, голубь Антонова не стал лучшим и не установил рекордов. Но это была его личная победа в битве за мечту. Он спроектирует и построит еще полсотни планеров. Он станет лучшим в стране по производству машин, которые летят без пропеллеров и моторов, парят в потоке ветра, а значит, больше других похожи на птиц. В 1938 году на планере Родфронт Ольга Клепика установила мировой рекорд. Вот этот рекорд дальности продержался 12 лет для мужчин, не могли побить. И 38 лет он продержался для женщин. В 27 Антонов уже главный инженер завода в Тушино. Тогда здесь сделали планеры, как блины пекли, говорил Олег Константинович. А сам он уже грезил о большом авиадебюте. Это должен быть самолет-вездеход. Таким он себе его нарисовал. В мечтах. А на бумаге начертил два крыла и один двигатель. Би-план? Ничего нового, сказали наверху. Садиться и взлетать где угодно – бред, решили эксперты. Сейчас нужна скорость. Чертежи пришлось отложить. В 1940 год группа отечественных авиаспециалистов отправляется в Германию. Немецкий генерал Эрнст Удит приглашает главу делегации наркома судостроительной промышленности СССР Ивана Тивасяна в кабину одного из самолетов. Заводит мотор, разгоняется и взмывает в небо всего через 50 метров. Так у нас узнали о немецких самолетах Шторх – Аист. Совершенно секретно. Срочное поручение высшего государственного руководства – изучить и создать своего Аиста. Александр Яковлев на тот момент замнаркома авиапромышленности по опытному самолетостроению рекомендуют поручить эту задачу Олегу Антонову, который в то время работал в Яковлевском конструкторском бюро. Антонова тут же переводят на авиазавод в Ленинград. А там уже ждет немецкий Аист, который немцы, как выяснилось, в свое время срисовали у русских авиаконструкторов. Самое интересное, конечно, крыло. В нем главный секрет. Становлюсь на табурет и бросаю взгляд вдоль крыла. Профиль виден совершенно отчетливо. Товарищи, так ведь это наш Р-11С Петра Петровича Красильщикова, одного из старейших научных сотрудников ЦАГи. Вот так неожиданность. Всего через несколько месяцев аналогичный немецкому отечественный Аист поднялся в небо. Самолет связи и санитарный самолет. Но сделанный быстро, так же быстро Аист был забыт. Вот этот самолет запустили в Каунасе на маленьком заводе серийно. Говорят, что было сделано даже уже несколько самолетов построено. Но началась Великая Отечественная война. Завод эвакуировали, самолеты там сожгли. Серийное производство не получилось. И после войны не возобновляли. Таким был его приход в большую авиацию. Стремительный, но никем не замеченный. Антонов дал себе слово. Свой самолет короткого взлета он обязательно построит вновь. В годы войны он снова в конструкторском бюро у Яковлева. Работает над истребителями Як-3 и над новой моделью планера. В годы войны планер он создал грузовой А-7. Он мог перевозить тысячу килограмм груза или семь человек. Очень помогал окруженным войскам, партизанам. Доставляли медикаменты, вывозили раненых, боеприпасы доставляли. Под Сталинград в свое время доставляли антифриз для танков. После войны Антонов пытается возродить свою мечту. Снова берется за вездеходный пиплан. Восстанавливает чертежи. Где-то было время после войны. Все увлекались скоростными самолетами. Все переходили на сверхзвуковые варианты. Все уже рисовали и создавали машины стреловидные. И тут вдруг конструктор предлагает и настойчиво продвигает самолет Беплан Ан-2. А цель была очень простая. На тех огромных просторах той страны, которая была, нужно было долететь в каждую точку. На севере, на юге, на все. И кроме... и не... Притом, где нет аэродромов. В большинстве мест их до сих пор нет, этих аэродромов. А вот Ан-2, вот этот самолет, он мог долететь. Тихоходный, немодный, строить не будем. Снова спускают сверху. Давайте попробуем, просит у руководства страны авиаконструктор Яковлев. А сам, тем временем, в обход высокого начальства дает Олегу Антонову отмашку. Проектируй. Он предложил Антонову ехать в Новосибирск, возглавить филиал Яковлевского конструкторского бюро. И, как вспоминал Антонов, негласно дал ему разрешение заниматься своим самолетом. Он, конечно, выполнял свои обязанности. А во время, когда вот отдыха своего, опять же, от сна, и в какие-то вот моменты он урывал время, собрал энтузиастов. И они вот делали уже Ан-2 более подробные чертежи. Вскоре Антонов вернулся к Яковлеву с пакетом чертежей. «Самолет интересный, надо построить», – написал Яковлев на первом же. Но как строить? В послевоенное время каждый конструктор – рабочие руки на вес золота. Антонов был, ну, мало того, что удивительно одаренный человек, он удивительно рассказчик был. И если он загорался какой-то идеей, он мог зажечь кого угодно. Но вот он не растерялся, он пошел в авиационный техникум, и там выступил перед молодыми ребятами. Они уже взяли дипломы, написать какие-то проекты, и он предложил им сдать эти проекты и взять реальный самолет. И то есть уже диплом защищать на реальном самолете, и потом влиться в конструкторское бюро. Бросить старый диплом ради призрачной перспективы? Да кто на такое пойдет? 25 смельчаков рискнули. Через год в Новосибирске был построен первый биплан, на фюзеляже которого позже будут стоять две буквы – «Ан» по имени его создателя – Олега Антонова. Но в народе этот самолет назовут другим – женским именем. Так красиво его обозвали, Аннушка, потому что говорят так вот. Летишь на этом самолете на небольшой высоте, смотришь на землю, видишь там, где-то там коровы гуляют по полю, где-то там на речке ребята отдыхают. И это такое чувство, которое не испытаешь на современном самолете, когда ты летишь на высоте 12-13 километров, и ты по сути уже почти ничего не видишь. Этот маленький самолет окажется незаменимым для северной авиации – за полярным кругом, в отдаленных местах, где никогда не будет больших аэропортов. «Ан-2» сыграл свою роль даже в освоении космоса. Именно на «Аннушке» Сергей Королев летал в степь выбирать место для космодрома Байконур. А вот редкая архивная съемка. Антонов общается с летчиком Григорием Цхавребовым. «Ну что, приходилось возить и грузы, и людей?» «Возить приходилось буквально все. Даже на пастбищи мы возили, это закономерное явление, баранов. Они не могут туда, в горы подняться, они худые. Обратно идут уже сами, весной, а осенью идут обратно». «А сколько баранов?» «По 50 штук возили». «Ан-2» научился удобрять поля, тушить лесные пожары, перевозить грузы. Он освоил около двух десятков профессий. «И на поплавковом шасси «Ан-2» было, и на лыжном шасси у нас был «Ан-2». И корректировщик артиллерийского огня был выпущен, и зондировщик атмосферы, на котором первые рекорды антоновские ставились. Более 11 километров был рекорд установлен. Его производят больше 60 лет. Это абсолютный рекорд книги Геннесса. Ежегодно десятки новеньких самолетов выкатывают из цехов авиазавода в Китае. Там наших «Аннушек» называют «Юнь-5». В чем же секрет антоновского детища? Уникальная аэродинамика. Направь носом в землю, машина все равно сядет на шасси. В отличие от всех остальных самолетов, «Ан-2» умеет прощать пилотам их ошибки. Если выходишь на большие углы атаки, самолет при этом обычный сваливается на крыло, то благодаря вот этим предкрылкам, кстати, самолет на крыло не сваливается, он просто опускает, но снова разгоняется и снова набирает высоту. 1952 год. В судьбе Олега Антонова все резко меняется. Ему предлагают перебраться в Киев. Мол, в РСФСР конструкторских бюро и заводов хватает, а там ты будешь единственным. Антонов вспоминал, что трудно ему было решиться на этот шаг, потому что 6 лет КБ уже работало, сработалось. А тут получалось, что он понимал, что все конструкторское бюро переехать не сможет. В основном по семейным причинам люди не могли оторваться. Поэтому тут надо будет начинать с нуля. Самостоятельность. Вот что привлекало больше всего. Работать не в филиале, а создать отдельный завод со своим конструкторским бюром. Летом того же года 62 человека из Новосибирска переезжают в Киев. В истории авиастроения начинается новая эра. Эра Антонова. Развивался мир, гражданский мир. И начали создавать везде гражданские самолеты, в том числе с большой пассажировместимостью. Нужно делать то, что нужно. Эту фразу Александра Яковлева Антонов запомнил на всю жизнь. В том, что тогда и сегодня многие называют муками творчества, он видел свою свободу. Свобода есть понятая необходимость. И конструктором работает в рамках очень жестокой необходимости. Может быть, с этой стороны вы можете назвать это муками. Мы не можем сделать, что хотим. И это было бы неинтересно. А вот уложиться в технические условия, сделать шедевр, но такой, какой он нужен заказчику, это очень интересно. Ну, Антонов государственным человеком был. Он очень, вот в то время, как бы, деньги выделялись, если ты обоснованно заявку давал, то деньги выделялись, сколько тебе нужно. То есть не надо, головной боли не было, чтобы добыть денег на проектировку нового самолета. 50-е. Начало холодной войны. СССР нужно превосходство в небе, в том числе и в транспортной авиации. Антонов узнал, что в министерстве формируется тактико-технические требования к транспортной машине. Он поехал в министерство и убедил министра дать этот заказ нам. Потому что он понял, что все-таки с истребителями нам тягаться с Илюшиным, Яковлевым, Сухого, КБ, Микояна трудно. Потому что у них уже большая школа, они прекрасные истребители делали. А тут была незанятая ниша, и мы ее заняли. Но вот как ему удалось этот заказ получить, я не знаю. Потому что молодое, неопытное и периферийное конструкторское бюро. И вот, значит, поручили. Ан-8. Первый в Союзе специализированный транспортный самолет. Или, как называли его тогда журналисты, летающий кит. Это был дебют киевского КБ. С ним произошел интересный случай. Когда мы прилетели на московский аэродром, Андрей Николаевич Туполев, можно сказать, патриарх наших конструкторов, подошел к машине, впервые ее увидел, обошел кругом, очень внимательно все посмотрел, и сказал такую интересную фразу. «Хороший сарай». Ну, для нас это было похвалой. Этот сарай определил дальнейшую судьбу всего конструкторского бюро. В нем создадут самые совершенные в мире транспортные самолеты. Он хотел, чтобы авиация вошла в быт каждого гражданина Советского Союза, чтобы можно было с любой деревни долететь до любого пункта, чтобы можно было санитарные самолеты, чтобы могли помогать людям. И поэтому Ан-14, он практически делался не по заказу министерства, а вот, можно сказать, в нерабочее время. Ан-14, по сути, это тот же аэст, который Антонов создал еще до войны, и который так никто и не успел оценить. Антонов сделал его лучше прежнего. Это был уже не довоенный аэст. За форму фюзеляжа и за возможность взлетать едва ли не с места самолет обрел прозвище «Пчелка». Для разбега-пробега им нужно было 50-80 метров. И он мог на грунтовой площадке взлетать и садиться. Самолет выходит на большие углы атаки, у него автоматически выходят предкрылки, тут же механизация крыла, тут же зависают элероны, и получается существенно больше площадь механизированного крыла, и увеличится существенно подъемная сила крыла и, соответственно, самолет. Но транспортной авиации Антонову оказалось мало. Мы стали строить пассажирские машины. Так говорят на заводе. Мы именно так. Даже когда речь идет о самолете, который построили задолго до тебя. Мы делали самые первые Аны. В 50-х проектировали истребитель с треугольным крылом. Мы все делали под его, Антонова, крылом. Под крылом руководителя, которого здесь ласково называли папой. Коллектив, конечно, формируется по образу и подобию руководителя фирмы, как у нас теперь говорят. Главный конструктор, генеральный конструктор, он служит как бы центром кристаллизации. Вокруг него собираются люди и домышленники, которые мыслят примерно так же, как и он. А может быть, несколько иначе. Было бы очень плохо, если бы все конструкторы мыслили одинаково. Потому что в спорах рождается истина. И в нашем коллективе это закон. Истина рождалась в спорах, но не ссорах. Чтобы вывести Антонова из себя, нужно было изрядно постараться. Один раз, когда надо было организовать отделы перспективного проектирования, и двое очень уважаемых товарищей, которые мне давно работают, пришли ко мне и сказали, Олег Константинович, не надо это организовывать. Я ей долго убеждал и говорил, что, конечно, нет. Они мне долго со мной спорили, в конце концов не согласились. С досадой схватил чернильницы и запустил. Только не у них, конечно, а мимо. Хотел бы попасть, попал бы, говорил Антонов. Меткости ему было не занимать. Отменный спортсмен. Больше всего он любил большой теннис. Выдержать ту нагрузку, которую я несу, без спорта невозможно. Он дает тонус, бодрость, способность переносить высокие нагрузки и, конечно, стрессы. В теннис играет не только руками, но играет и головой. Возможно, в этом и был секрет Олега Антонова. Он интересовался всем сразу, занимался всем. И эта многогранность помогала ему воплощать в жизнь новые идеи. В пассажирском Ан-24 он применил совершенно новый способ склеивать листы железа. Да-да, именно склеивать, а не клепать и свинчивать, как делали раньше. Это облегчило и фюзеляж, трудоемкость, то есть повысило ресурсы фюзеляжа. Но это было новшество. Но и самолет настолько был отработан аэродинамические летные качества, что самолет мог садиться с двумя остановленными двигателями. С кульманов Киевского КБ сошло 40 модификаций 24-го Ана. Все они взлетали и садились там, где не могли другие самолеты. В некоторых странах до сих пор летают 24-ки. Это была у нас единственная машина в аэрофлоте, которая приносила государству чистую прибыль. Остальные самолеты были убыточны, потому что себестоимость билетов высокая была достаточно, а уровень жизни еще низкий у населения. В 70-е Ан-24 перевозят уже треть пассажиров всей страны. А в кабинете Антонова появляется вот такая карта, где каждый новый маршрут его пассажирских машин прошит ниткой своего цвета. Вот видите, уже в европейской части было очень много уже при Антонове. И по всему Советскому Союзу, и даже за рубеж летали самолеты с Марка Ан. Турбовинтовой Ан-10, первый пассажирский самолет Антонова, был рассчитан на 100 человек. И именно этому кораблю было суждено нанести удар по репутации Антоновского КБ. Долгое время машины Антонова считались небьющимися. Но 18 мая 72-го года Ан-10, летевший из Москвы в Харьков, потерпел крушение. Все 122 человека на борту погибли. Среди них известный пародист Виктор Чистяков. Все ж хочу стать сегодня пропажей. И прошу, украдите меня. В том, что в небе у машины отвалилось крыло, виноваты усталостные трещины, сделает вывод спецкомиссия. Десятым Анам запретят летать. Прочности материалов ученые станут уделять больше внимания. А Олег Антонов решит. Пассажирских машин больше выпускать не будем. Даже вот они с Амосовым когда-то говорили, Амосов говорит, вот ты не представляешь, как тяжело иногда ночью, ну, страшно звонок телефонный слушать, вдруг сообщат, что там какой-то твой пациент умер. Он говорит, ты представляешь, как мне страшно слушать телефон, когда могут сообщить, что упал самолет и столько человек погибло. Всегда сдержанный Антонов свои переживания перенесет на холст. Для названия картины выберет слово, которого летчики и конструкторы даже после тяжелейших аварий стараются избегать. Катастрофа. Она проникновенная, ее просто вот смотришь, и без слез, наверное, нельзя смотреть, потому что вот ты представляешь, там же нету крови, нету кусков каких-то, то есть вот она вроде там и малая, часть крыла погнутого и туфелька, но оно, я же говорю, что просто хватает за душу. Понимаешь, насколько человеку-то было тяжело пережить. Но большинство картин Антонова художника радостное. Рисование для конструктора вещь необходимая. Без карандаша в руках нельзя создавать технику. Рисование, конечно, необходимо каждому человеку, и я считаю, что это не дар Божий, потому что каждый может научиться рисовать. А когда-то Монтеске сказал, что нация, которая научит своих детей рисовать в такой же мере, как читать, считать и писать, превзойдет все другие его наук, искусство, филеумыслы. Вот он очень любил выезжать рисовать на Ирпень. Выезжал туда, вот рисовал, это вот он отдыхал так, а получалось, потом еще оставалась картина. И искренне он считал, и так и поступал, что отдых смена деятельности. Он, наверное, поэтому много так и успел, потому что он действительно менял деятельность. Уставал работать, он мог писать статью, или пойти, или порисовать, или позаниматься спортом, или в саду поработать. Иногда меня спрашивают, как вы все успеваете? Но дело в том, что работа в саду не отнимает у меня времени, она мне помогает работать, делать основную работу. Ну и потом надо сказать, что я в своей жизни, конечно, посадил много деревьев. Я ни одного не уничтожил. Я думаю, что это задача каждого человека. Если бы каждый человек посадил в своей жизни хотя бы пару деревьев, я думаю, что наша страна вся была бы зеленой. А это очень важно. Ухаживать за деревьями, работать с молотком, всему, что знал и умел, он учил своих детей. Все дети о нем очень светло вспоминают. И, ну вот, я как раз эту статью читала его сына, он говорит, что папа был очень занятый человек. Но, однако, если вот ты обращался с вопросом или просил поиграть, он все-таки откладывал дела и уделял внимание. Причем в игре он тут же им рассказывал там какие-то основы аэродинамики или что. Ну, то есть основы полета мог рассказать. Накануне 60-летия Антонова в КБ приехали два журналиста из Варшавы и Москвы. Не сговариваясь, они написали статьи с одинаковыми заголовками. Человек, которого интересует все. А ведь и правда. Кроме самолетов он оставил после себя картины, стихи, труды по экономике, несколько десятков альбомов с вырезками из журналов и просто записками и размышлениями обо всем на свете. Вот такой большой альбом, такой толстенький, все о скворечниках. Какие птицы какие скворечники любят, скворечники вот такого конструктора. И еще и свой скворечник нарисованный, тоже вот скворечник Антонова. Часть его вещей хранится в Киевском доме, где до сих пор живет его семья. Что-то здесь, в музее авиазавода. Бритва, блокнот для записи, печать вот очень интересная. Если вот ее посмотрите, оттиск, там написано, что берегите леса, используйте обе стороны бумаги. Вот мы когда молодыми специалистами пришли сюда работать инженерами, то нас учили, что все черновики мы делали на оборотках. Сохранилось около сотни картин, пейзажи и натюрморты. Но есть и сюжет, который вряд ли найдете у других художников. Земля с высоты птичьего полета. Когда я смотрю на землю с самолетом, я удивляюсь, почему наши художники пишут только земные пейзажи и не пишут великолепных воздушных пейзажей. Он каждый раз смотрел на землю с высоты, когда лично испытывал свои самолеты. Хотя конструкторам это было строго-настрого запрещено. Тот, кто несет ответственность за машину, должен оставаться на земле. Конструктор обязательно должен летать на своих самолетах. Но хотя бы вторым пилотом. Первым не обязательно. Пассажирам это недостаточно. Вот для того, чтобы почувствовать машину, почувствовать ее норов, нутро, ее поведение, летать на ней необходимо. Вот уникальные кадры. Конец 70-х. В Индии презентуют новенький Ан-32. Терпеливый и выносливый, как и хотел заказчик. Нужно приземлиться в горах? Пожалуйста. Температура за бортом хоть минус, хоть плюс 50. Самолету все ни почем. Мы многократно посылали наши самолеты для перевозки уникальных грузов. И возили в том числе в такие места, где нет железной дороги, и даже где нет шоссейной дороги. То есть авиация в данном случае выполняла очень важную, уникальную роль. На глазах у зарубежных гостей пилот намеренно отключает один из двигателей. Самолет садится на аэродром, как ни в чем не бывало. Что там один двигатель? Я 15 раз сажал Анны на одних крыльях. Позже будет рассказывать летчик-испытатель Юрий Курлин. Это он тогда был за штурвалом Анна. И еще, чтобы пощекотать нервы индийским генералам, выполнял бочку, входил в штопор. И это не просто трюки. Важно было показать заказчикам, что самолет не упадет, даже если откажут все двигатели, и даже если потоки воздуха перевернут его в небе на спину. Сначала требовательным индийцам 32-й Анн не понравился. И написали вот такой длинный перечень недостатков и дефектов. Причем такие были серьезные, что другой бы спасал бы. Но не Олег Константинович. Он посмотрел, и на удивление, он говорит, а теперь мы знаем, что нам надо делать для того, чтобы был самолет. Индийские заказчики назовут 32-й Анн серебряным конем и купят больше сотни машин. А спустя много лет, уже в 2000-х, поймут, самолета, которым можно было бы заменить серебряных коней, в мире до сих пор никто не придумал. Самый сложный район Гималаев. Сложнее на свете есть еще кордильеры, но там даже попроще. Но на этом Анн-32 этот район можно было как-то обживать. Идея какая? Большой мешок, а в нем маленькие мешочки. Там продукты, сахар, там такое, да. Вот, но дно этого ущелья было 5500 метров над уровнем моря. Дно. А горы там за 8 тысяч были, да. И вот в эти дыры мы туда лазили, значит, и, так сказать, выдавали все то, что индийцам надо было. Юрий Курлин четверть века испытывал антоновские самолеты. Это он был за рулем Антея, летевшего в 65-м на авиасалон во Францию, чтобы на весь мир заявить о киевском КБ и его генеральном конструкторе. Самолет прилетел на 26-й авиационный салон в Париж. И там Юрий Владимирович Курлин, наш главный летчик-испытатель, сел туда на полосу, так писали французские газеты, посадил самолет, как в корзину с яйцами. Я хорошо помню американского генерала, который сидел в кабине буквально с квадратными глазами. Конечно, для него это был очень неприятный сюрприз. Это был заказ Министерства обороны. Требовался воздушный гигант, умеющий все – поднимать в небо 80 тонн груза, взлетать и садиться где угодно. И, как всегда, самолет был нужен как можно скорее. Мы так горячо и увлеченно спорили о том, какие решения надо технические принимать. А он говорит, а неужели вы верите, что это когда-нибудь полетит? И мой руководитель, он был другом Олега Константиновича, он был так возмущен этим. То есть люди работали, но даже не верили, что это может быть, и что это может полететь. Этот самолет был создан, это был первый широкофюзеляжный самолет. Работали на пределе возможностей – и днем, и ночью. Одно из конструкторских решений Антонову просто приснилось. Мы долго не находили решения, как сделать оперение. Прочнисты сразу подсказали нам, что будет фляртор, потому что эти грузы на концах оперения приведут к вынужденным колебаниям, очень опасным для самолета. И вот тут наступил своего рода в тупик. Как же решить этот вопрос? Ну я спокойно заснул, а потом как-то ночью проснулся, и подумал так. Они отрицательно влияют, когда они расположены достаточно далеко сзади. Если их перенести вперед, они будут косить фляртор. Вот решение. Я записал это, сделал такой эскизик и заснул. О том, что в цехах КБ ведутся работы над сверхновой машиной, никто не должен был знать. Была холодная война с Америкой, мы очень его секретили. То есть получалось, что мы его испытывали, когда спутников не было над страной. А когда спутник должен был появляться, его спрятали. Поэтому сведений никаких не просочилось. И когда наш министр гражданской авиации Бугаев пошел накануне прилета Ан-22 заказывать место под Ан-22, то комиссар выставки, он не поверил в эти размеры. Он сказал переводчику, что вы неверно что-то перевели, переспросите и переведите корректнее. Но когда ему повторили те же размеры, он удивленно спросил у Бугаева, говорит, зачем вам такая площадка, такого же самолета в мире нет. Во Франции новая антоновская машина наделала много шума. Хотя эффект мог быть куда большим, делится сейчас летчик-испытатель. Пару виражей Юрий Курлин уж точно готов был заложить. А его попросили сделать всего лишь три круга над аэродромом. Ну, это, знаете, как дуть на холодную воду. Да. Значит, вот сделайте на высоте 300 метров. Ну, сделали круг на высоте 300. А теперь на 200 метров. Во всяком случае, вот на нем конвейер великолепный. Значит, что такое конвейер? Вы можете имитировать, что вы промазали на посадке. Значит, вот уже почти конец полосы, а вы еще не сели. Зритель ожидает, что сейчас произойдет катастрофа. А вы даете режим и спокойненько уходите, да. Больше того, это с одним выключенным можно делать. Значит, и, собственно говоря, мы это делали, и, конечно, восторг зрителей получали. На этих кадрах молодой Юрий Курлин делится впечатлениями о первом полете на Антее. Мы начали испытания, ну и как на каждом из самолетов, началось со знакомства, так сказать, сообщения между нами и самолетом. Характер у него оказался добрый, как у всех антоновских машин. И довольно быстро мы с ним, так сказать, нашли общий язык. В Ан-22 будут входить самосвалы и самолеты. Внедорожник Антей, как и другие антоновские машины, будет садиться и взлетать где угодно. Когда мы работали в Тюмени, значит, там ужасные аэродромы были. Это снег, грязь по колено, слякоть, самолет загруженный полностью. Вот это настоящий внедорожник. На авиасалоне в Лебурже Антей поднимет в воздух рекордные 100 тонн. Кто-то пустил утку, что он наполовину деревянный. Эта утка быстро распространилась, и французы стали ходить и проверять, где дерево. Да, ну это, конечно, было смешно, потому что здесь высокопрочный алюминиевый сплав везде. Создателю этого гиганта для пресс-конференции не понадобился отдельный зал. Десятки журналистов разместились в одном из отсеков Антея. Места оказалось предостаточно. Подошел один журналист и задал каверзанный вопрос. А нельзя ли этот самолет Антеи применять для военных целей? Если вы спрашиваете, мирный самолет или нет, как по-вашему, бутылка с лимонадом – это мирная вещь? Ну, журналист немножко замялся, ну да, конечно, нет, да. Ну вот, когда грянула война, наши партизаны эти бутылки наполняли бензином и превратили их в грозное оружие против танков. Так что, сами понимаете, самолет, конечно, может выполнять разные назначения. В этом был весь Антонов. Он продумывал все на несколько шагов вперед. Свои машины делал многопрофильными – грузовой, военный, пассажирский – все в одном. Его рабочий стол в кабинете такой же, напоминает бортовой компьютер самолета. Стол – это, собственно, конструкция Антонова. Так как тут всегда рассматривались чертежи, то он был, можно сказать, пустой. Специально спроектирован были утоплены емкости, в которых вот таких емкостей, хранились у него карандаши, линейки, лупа. Была утопленная емкость для календаря. Была тоже вот эта специальная ниша, где у него были большой список телефонов сотрудников. Магнитофончик. Но сейчас это никого не удивишь. Тогда это, конечно, было, можно сказать, последнее слово техники. Очень удобно. Можно было записать какое-то важное совещание, чтобы потом прослушать. Или, наоборот, послушать какое-то совещание или какую-то лекцию. Были такие, видите, сделаны специальные вкладочки. Вот здесь написано. Сделайте перевод. Соберите дополнительную информацию. Еще очень интересно вот эта прорезь. Антонов подписан на документы, вот опускал сюда, чтобы они не скапливались на столе. А потом его секретарь подходила и вынимала вот из ящика уже готовую стопку документов. В ответ на антоновский антей американцы построили галактику. Гэлакси так назвали свой новенький стратегический военно-транспортный С-5А. Замахнулись на грузовой рекорд 100 с лишним тонн, но, видимо, поторопились. Первый С-5 через два года после выхода сгорит. А еще один во время эвакуации детей из Южного Вьетнама разобьется с 300 пассажирами на борту. 172 человека, в основном дети, погибнут. Они очень плохо спроектировали крыло. То есть у них малоресурсное крыло, и они, получается, потом его перепроектировали, переделывали, и все равно у них малоресурс. То есть самолет отработал какое-то количество часов, его надо списывать. Поэтому они гэлакси его редко используют, они его хранят, ну, то есть, чтобы ресурс продлить подольше. Но авиапромышленную гонку, которая, по сути, была главной битвой в Холодной войне, это не остановило. В КБ Антонова получили очередной заказ министерства построить нового рекордсмена. За дело взялись более 10 тысяч человек. Всем бы и места на фюзеляже не хватило расписаться, любил шутить Антонов. Его новый богатырь, Руслан, взлетит в небо над Киевом в 1982-м. В самолете длина всех проводов где-то около тысячи километров. Представляете, если все это выложить, это дальше, чем от Киева до Москвы. Деталей порядка пяти миллионов. Если взять его, разложить вот по каждой, представляете, чтобы такое количество, все это собрать воедино. Самолет имеет уникальную кабину, крыло с мощной механизацией. Это современнейший самолет, он очень гармоничный. И у него есть еще впереди будущее. Олег Констерьевич, он очень гордился этим самолетом. Наверное, он чувствовал, что этот самолет, это лебединая песня, при котором взлетел при его жизни. Но он отдал все уже свой опыт, знания именно созданию этого самолета. И он на сегодня, я же говорю, еще не превзойденный. На авиасалоне в Лебурже президент американской компании Lockheed перед Русланом у всех на глазах демонстративно снял шляпу, признав, что его конкуренты сделали то, чего он сам сделать не смог. Руслан превзошел Lockheed C5 по всем показателям. У него грузоподъемность намного больше, у него вес больше, и характеристики у него показателей лучше. Но они очень берегут свои C5A и до сих пор для военных целей. У них в коммерческих, и они его не используют. А если нужно перевозить там двигатели в Соединенных Штатах, или там какие-то крупногабаритные тяжеловесные вещи, так они нанимают наши самолеты. Там летают Русланы. И тут было предусмотрено то, что не предусмотрено было американцами. Почему нам удавалось быть первыми? Почему в гонке, которая велась на пределе человеческих возможностей, выигрывала Антоновское КБ? Конструкторское бюро, оно постоянно работало. Даже если в это время, ну, потом серийно не шел самолет, все равно мы делали постоянно какие-то проекты. То есть школа сохранялась, мы все время совершенствовались, обучали новых. А вот Запад, они же как? Под проект они собирают людей, сделали проект, люди разбежались. Олег Антонов ушел из жизни в 1984-м. Его дело продолжили другие талантливые конструкторы. Петр Балабуев, Дмитрий Кива. Антоновцы еще скажут, мы запустили в небо мечту, говоря об Ан-225 Мрия. Но вот уже второй десяток мы проигрываем в авиапромышленной гонке. В той, в которой когда-то нам не было равных. Авиастроение, оно хорошо финансируется. Она, мы же выживаем сами, то есть мы вот должны заниматься больше не проектированием, а именно добыванием денег и на эти деньги вот как-то содержать наше предприятие. Но я думаю, если были выделены средства, то мы бы смогли спроектировать хороший самолет, потому что все-таки школа, она еще осталась. Как взлетела в небо машина, которая побила рекорды богатыря Руслана, Олег Антонов уже не видел. Зачем я сражался упорно, жестоко? Какой поклонялся безумной мечте? Какая стезя завела так далеко? Мечта о прекрасном. Любовь к красоте. Усталость и муки с терпением сизифа Лишь ради тебя я не дрогнув сносил. Лишь ради далекого, светлого мифа Я горы ворочал и камни дробил. И где бы я ни был. И где бы я ни был. И что мне случилось? Всегда поклоняться я буду тебе. И в час неизбежный позволь мне, как милость, сгореть в твоем чистом и светлом огне. Ан-225 «Мрия» поднял в небо груз весом 250 тонн. Это в тысячу раз больше, чем могли поднимать самолеты, когда Антонов только пришел в авиацию. В этом гиганте воплощена мечта и цель всей жизни Олега Антонова. Человека, чей первый самолет умещался на ладони. А последующие сначала всей стране, а потом и всему миру доказывали, что для человека нет ничего невозможного. Он покорил, а затем и приручил небо. Он достиг высот, которые недостижимы до сих пор. Он делал это не ради денег или славы. Как-то я над этим не задумываюсь. Я живу вместе со своими машинами. Вот так, как они летают, я это как-то чувствую. А что касается всеми на известность, это как-то не доходит до меня, это ощущение. Уже после смерти Антонова в его сейфе найдут чертежи самолетов на 8 и даже 10 двигателей. Даже в свои последние дни он неустанно шел вперед. Вперед навстречу небу. Навстречу своей мечте. Той, которую он посвятил нам, живущим после него. Той, которая жива до сих пор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова